38-летняя герцогиня соседская дала понять, что не намерена возвращаться в Лондон. Личный домашний персонал Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри, принц Хэри, распустили. Бывшая американская актриса твердо решила строить новую жизнь в Канаде. Отремонтированный дом герцогов соседских на территории Виндзорского замка оказался ненужным. У супругов и их сына Арчи был небольшой штат домашнего персонала. Двух сотрудников, которые работали на постоянной основе, уже переводят на другие должности в пригородную резиденцию королевы, которая находится рядом с коттеджем Фрогмар, Фрогмар Катедж. Это управляющая домом и уборщица. А повара, горничная, лакея и садовники работали по найму на специальной основе. Им уже сообщили, что в их услугах больше не нуждаются. Здание первоначально было разделено на пять квартир для персонала Виндзорского замка. После свадьбы Елизавета II подарила его внуку и его жене. Дом был капитально отремонтирован на деньги налогоплательщиков. Сумма составила более 2,4 миллионов фунтов стерлингов, около 200 миллионов рублей. Внутреннее убранство, мебель, технику и предметы интерьера герцоги оплатили в частном порядке. В этом им помог принц Чарльз. Он выделяет сыновьям Уильяму и Гарри часть доходов, полученных от герцогства Корнуоллского. Дворцовые чиновники выразили уверенность, то, что Мэган так легко простилась с персоналом, который сама тщательно подбирала, говорит о ее твердом намерении не возвращаться в Великобританию. Работникам уже предлагают другие роли в резиденции. Там постоянно работает небольшой штат-прислуги, состоящий из одного уборщика и управляющего домом. Другие работают по мере необходимости. Все это стало для всех настоящим шоком. Они очень гордились тем, что работают на них и живут во Фрагмаре, цитирует Daily Mail источник. Ранее мятежные герцоги дали понять, что они хотят сохранить право на Фрагмар, чтобы иметь личную британскую резиденцию. Поскольку они продолжают поддерживать монархию, их семье всегда нужно будет место, которое они могли бы назвать своим домом в Соединенном Королевстве, сообщили в окружении пары. Королева пока раздумывает над их просьбой. Елизавета II не хочет забирать обратно свой свадебный подарок. С другой стороны, пара не будет исполнять королевские обязанности и получать за это деньги из суверенного гранта. В то же время содержание дома, в котором супруги не будут жить большую часть времени, выльется в круглую сумму. Гарри впервые выступил после объявления Мигзита, Мыккет. Он заявил о необходимости заботиться о своем психическом здоровье. Меган уже начала выходить в свет в Канаде. Она подала тайный знак мужу, с которым впервые была вынуждена разлучиться на столь длительный срок.